сегодня я буду говорить вам именно тех вещах которые реально необходимы для вашего что бизнеса без них не обойдетесь описание структуры и бизнес-процессов это не простая штука описание структуры и бизнес-процессов внутри вашей организации внутри вашей организации вот это ваша организация так скажем это ваша организация когда вы начнете делать бизнес все одного человека делать бизнес будет тяжело правда в будущем может быть будущем можно потому что роботы можно нанимать если вы хотите сам один работать вы уже предприниматель сам что-то делаешь и так далее но если ты хочешь бизнес строят это в одиночке не строишь как бы не хотели в одиночке это не строится нужна команда нужно понимать это и так далее теперь внимание но когда мы начинаем делать с вами бизнес обязательно что происходит внутри так бизнеса есть люди согласны есть люди вот она это люди куда-то что-то делает куда-то двигается правда внимание внутри бизнес с люди а что еще есть внутри продукт есть очень много продукт двигаться туда-сюда товар товарные материальные запасы сырье так готовы продукция это все двигается так теперь еще что двигается внутри организации документы двигаться документы давайте вот таких нарисуем вот так документе двигается правильно документы постоянно в движении туда-сюда отчеты вот документ и накладные товарный метод накладные и так далее все они куда-то двигаться че-то еще что двигается внутри деньги далее двигать деньги идут туда-сюда от клиента к нам одном к поставщикам правила бухгалтери идут там закупить д что-то делает да вот оно склад товар уж его вот оно и представьте что происходит внутри какая-то кошмар творится а еще что происходит внутри налоги внутри двигаться это деньги же вот еще внутри что происходит информация информация двигается если вот так нарисую понятно что эта информация нормально вот информация двигается внутри внутри организации двигаться информации вот и теперь кому-то кому-то что-то во время не сказал кто-то кому-то что-то донес кто-то что-то не понял так или не так люди же постоянно что-то говорят что-то для кто-то что-то просто не понял может так кто-то да вот кого-то дали не донес опоздал не так сказал и так далее вот это все каша маша внутри вашей организации и эту кашу машу начала конца найти это все вам придется свет думать и за все это кто несет ответственность это вы если вы не контролете все это все что произойдет воровство хитрость обман просрочка и так далее так далее если вы это не можете упорядочить соответственно итоги за это придется платить вам конце концов это из ваших карман оплата вы этому согласны в этому не согласны это вам по душе или не по душе но это факт согласны итоги конце концов проиграет кто хозяин потому что это сотрудник могут уволиться уйти это сотрудник конце концов ну ладно он работает пока пока ему выгодно он работает пока пока его устраивает и как это все пристально ему устраивает он уходит а потом это все придет на вашу голову и вам придется это все равно платить кто понял это брак чей брак твой а у меня как такой вопрос туалет грязный кто виноват за это руководитель кто понял рука в туалет не убрана кто виноват руководител я это специально вязать слово туалет я специально вязали этот чтобы вы поняли что даже до туалета это вы виноваты не сотрудники потому что вы не того человека нанимали в не то график давали не то процесс писали не так поставили его работу здесь в чем суд вот она пожалуйста то что сейчас пишу очень важная вещь двуно сто шесть процент проблеме это от недоработанная система всего 4 процент это человеческий фактор и а мы что делаем с вами мы думаем что все является человеческий фактор правда мы все опираемся на человеческий фактор и мы говорим так я ему сказал он не понимает он не делят он не осознает и так далее мы наоборот начнем обвинять других людей и постоянно думать что как будто они не то делали на самом деле проблема не в людей людей нету эти проблемы а вот это все кто собрал этих людей вы собрали их так теперь неважно он крутой немой хромой неважно ты его собрал кто понял он умеет не умеет его собрал а теперь внимание но если ты не дашь ему как правильно делать тут кошмар тут реальный кошмар вот представьте да вот это все постоянно в движении находится они же на одном месте не стоит и поэтому нужно очень грамотно и правильно бизнесе создавать хорошую структуру и хорошие четко описывать каждый детал чтобы потери ушло потери уменьшилась иначе дела не пойдет а потом когда они не то делать мы злимся на них мы горим ты чё сам не понимаешь утвечу голова или тиква что там как мог так еще еще знаете мы орём их не кричим также а на самом деле основной скрит который он владел это в другом сейчас внимание обратить вот это скрит классный скрит